Контрнаступление ВСУ на Восточном фронте, вероятнее всего, приведет лишь к ограничительным территориальным приобретениям. Об этом сообщает издание Washington Post со ссылкой на секретные документы, попавшие в сеть. Как говорится в тексте статьи, свою роль могут сыграть нехватка боеприпасов и снаряжения. Кроме того, собеседники газеты и числа официальных лиц США добавили, что такие прогнозы подкреплены оценкой Национального совета по разведке. И, согласно этим данным, Киев вряд ли сможет вернуть себе столько же территорий, сколько вернул в результате осенней кампании. В Вашингтоне тем временем открыли уголовное дело по факту утечки бумаг с грифом «Секретно». Тему продолжит Данил Русаков. По факту утечки секретных документов Пентагона, Министерство юстиции США открыло уголовное дело. Источники газеты Financial Times при этом отмечают, в основном в сеть попали бумаги, которые кажутся подлинными. Обнародованная информация касается положения дел на поле боя в Украине. Там приведен анализ состояния ВСУ. Все это связано с грядущим контрнаступлением на востоке этой страны. И, конечно же, появившаяся утечка может сыграть на руку Кремлю и причинить национальным интересам США ущерб. Высший приоритет Министерства обороны – это защита нашей нации, нашей национальной безопасности. Мы не собираемся анализировать достоверность предполагаемых документов, размещенных в интернете. Но команда Пентагона продолжает внимательно их изучать. Как представляется нам, в некоторых случаях выложенные данные содержат конфиденциальные и строго засекреченные материалы. На этих снимках, по всей видимости, представлены бумаги, аналогичные по формату тем, которые используются для ежедневных обновлений нашим высокопоставленным руководителям. Все это касается операций, связанных с Украиной и Россией, а также других разведданных. Мы находимся в тесном контакте с Белым домом и с межведомственными партнерами по этому вопросу. В Вашингтоне уже приняли меры. Как сообщается, через несколько дней после утечки глава Пентагона Ллойд Остин связался с союзниками и провел несколько брифингов. Они связаны с последствиями ущерба, который был причинен. Кроме того, после совещаний профильные специалисты внимательно отслеживали, появились ли новые утечки. И если да, то кто конкретно мог за ними стоять. Других подробностей официальные лица пока не предоставляют своими соображениями, поделились и волонтеры-расследователи Беллинкэт. По их версии, оказавшиеся в сети документы могли месяцами циркулировать в разных интернет-чатах, в том числе на платформе для геймеров «Дискорд». Официальные лица США на межведомственном уровне взаимодействуют с союзниками и партнерами, в том числе для того, чтобы заверить их в нашей приверженности, делу защиты разведывательных данных и партнерских отношений. Но у меня нет никаких других подробностей. Министерство обороны и разведывательное сообщество рассматривают и оценивают достоверность этих документов. Конечно, нет никаких сомнений в том, что они представляют угрозу национальной безопасности. В качестве иллюстрации, слитых, как утверждается, секретных документах, говорится, что Каир планировал тайно поставлять Кремлю ракеты для войны в Украине. На этой истории свое внимание, в частности, сосредоточило издание «Вашингтон-Пост». Газета отмечает, один из ближайших союзников США на Ближнем Востоке, президент Египта Абдель-Фатах Ассиси, приказал своим подчиненным изготовить до 40 тысяч снарядов. А еще распорядился должностным лицам не говорить о производстве и отгрузке этих изделий ни слова для того, чтобы, цитата, «избежать проблем с Западом». Конец цитаты. Данил Русаков, Михаил Харченко, Эдуард Кленер, RTVI, Нью-Йорк. Стивен Бланк сейчас к нам присоединяется, старший научный сотрудник Foreign Policy Research Institute. Здравствуйте, я вас приветствую в нашем эфире. Первый вопрос. Вот в некоторых СМИ утверждается, что основной массив из утечки был документами, подготовленными для брифинга в Пентагоне для генерала Милли. Так ли это? Возможно, но мы, честно говоря, точно на 100% сказать не можем, для чего были эти документы. Это все спекуляция. До тех пор, пока Пентагон или Белый дом или кто-либо еще не прояснит ситуацию, не думаю, что они, конечно, сейчас сразу займутся этим разглашением этой секретной информации. Извиняюсь, у меня внук тут. Да, да, мы видим. Но, опять же, до конца непонятно, что там были за документы и вообще расскажет ли аудитория, широкой аудитории, что это были за документы. Уж тем более про каждый подробно не будут рассказывать. Документы появились в сети в начале марта. Почему об утечке узнали только из твиттера журналисты Биллинг Кэтт в апреле? И как же вообще АНБ? Документы эти появились в таком, знаете, неожиданном месте в интернете. Их там никто не искал. И даже Биллинг Кэтт, учитывая то, насколько там профессиональные журналисты, только через пару недель раскопали. Так что, думаю, объяснение простое. Просто необычное место. Никто не мог предположить, что такие секретные документы окажутся в каком-то геймерском чате. И никто и не искал. Это Дискорд называется, насколько я помню. Такая платформа, на которой никто не ожидает, что подобное что-то будет слито. Вот один из документов был позднее подделан. Так что потери российской армии выглядели гораздо меньше, а украинские гораздо больше. Означает ли это, что вот где-то внутри цепочки публикации онлайн украденных секретных документов работали российские спецслужбы? И почему тогда они не убрали другую суперопасную для России информацию, как, например, информацию о планах Египта поставить России 40 тысяч ракет в обход санкций? Мне кажется, что где-то по ходу цепочки, конкретно где, я не знаю, российская страна получила доступ к какой-то части этих документов. И, как вы правильно отметили, подделали или изменили эти документы, чтобы представить ситуацию в свете лучшим, чем она является на самом деле. Почему другие документы не были отредактированы? Да потому что они по факту ничего не раскрывали о том, насколько плохо Россия показывает себя в этой войне и не несли какой-то угрозы путинскому режиму. Так что какой-то причины скрывать эту информацию, я не знаю, имело ли это смысл. Да, Египет собирался продавать оружие, да, Вагнер собирался получить оружие из Турции, но Путина это никак не очерняет внутри, в стране, да и за ее пределами тоже. Это какие-то частные военные моменты, да, это важные факты, но не думаю, что они бьют именно в самое сердце проблемы. А сердце проблемы здесь в том, что у Путина в России на самом деле большие проблемы. И если широкое общество узнало бы, насколько высокие потери российской армии, то, возможно, его популярность бы несколько снизилась. Вы вот, кстати, сказали, что, конечно, все задаются вопросом, почему эти документы появились именно на этой платформе, Дискорд, это очень действительно странно. А можно ли предположить, что, например, спецслужбы именно по той причине, что это выглядит вот настолько странно, могли каким-то образом эту платформу использовать для своих контактов? Да, это вполне вероятно, потому что, да, сервис, на котором были размещены эти документы, очень-очень необычный. И думаю, что изначально было счет на то, что официальные лица не будут заинтересованы. Какой эффект может оказать информация, содержащаяся в этих документах, на планирующееся контрнаступление Украины? Украина уже заявила, что военные планы будут изменены, так что эффект абсолютно прямой и очень-очень серьезный. Украинское планирование должно быть скорректировано, и бреши в противовоздушной обороне были проявлены. И я думаю, что в умах принимающих решения со стороны США, возможно, изменились какие-то моменты. Которые того, сможет ли Украина дальше продолжать сопротивляться? Вот еще такой вопрос. Еще вчера появилось такое мнение, или даже в воскресенье, как только вообще эта новость вышла в средствах массовой информации, о том, что это, возможно, может быть так называемой дымовой завесой. Что эта утечка была не случайна, что она была специально, в общем-то, санкционирована, чтобы спутать планы. Как вы относитесь к такой теории? Я, честно говоря, скептично отношусь к идее, что это дымовая завеса. Воздействие данной утечки слишком велико. И не думаю, что Пентагон может полностью просчитать, какой эффект окажет подобная утечка на принятие решений в глобальной цепочке мировых лидеров. Ну что, спасибо большое. Стивен Бланк был с нами, старший научный сотрудник Foreign Policy Research Institute. Продолжение следует... Продолжение следует...